Уважаемые родители подростков от 9 до 18 лет! Не пожалейте денег и не постесняйтесь купить на любом из лотков периодику для молодежи. Выбирать легко. Издания предназначены именно для детей того возраста, какие изображены на иллюстрациях. Если вы еще не знакомы с такой продукцией, то вас поразит сексуально-генитальная тематика, которая явно из номера в номер преобладает над всем остальным. Вот некоторые темы. Как мальчику правильно раскрутить девочку на секс? Как девочке его соблазнить? Как девочке нужно правильно отдаваться? Для тех и других, как правильно мастурбировать и как это полезно? Как девочке правильно предохраняться? Способы экстренной контрацепции? Руководство как правильно и где лучше делать аборт? Конечно же, реклама презервативов. Учитывая домографический сектор таких изданий, подростки от 12 и а то и раньше, даже презервативы, не говоря уже обо всем остальном, несут функцию раскления. Согласитесь, напялить на себя разрекламированный презерватив для подростка 12-14 лет – это ли не сексуальные действия? Потом презервативы никак не мешают победоносному шеству из спида и сифилиса по планете. Никак не мешают они и тому, что каждый год из трех миллионов младенцев, зачатых в России, свет видит только одна треть. Два миллиона погибают в абортариях. И пусть никого не смущает, что вся эта конкретная и совершенно взрослая информация дается на фоне как бы заботы о здоровье юных читателей. Речь идет об изданиях с миллионными тиражами, на которые родители неоднократно подавали в суды иски о расклении малолетних. Практика показывает, что на сегодняшний день фактически ни одного уголовного дела в отношении издателей либо каких-то иных средств массовой информации не было возбуждено. Кроме них существует масса более откровенной иллюстрированной литературы, ориентированной на малолетних. Обратите внимание на то, что эти издания унифицируют детей. Круг предложенных тем предельно узок. Поп-звезды, развлечения, одежда, косметика, музыка, секс. Вот, пожалуй, и все. Даже неоднократно осмеянная пионерская правда предлагала своим читателям несравнимо более широкий круг тем. Дело в том, что тайна продолжения рода, с которой связана тайна любви мужчины и женщины, это, я бы сказала, супертайна. И когда в это вторгаются раньше времени, вся экология человека, то есть и психика, и вся судьба, все нарушается. Я думаю, что это самое страшное, что можно сделать с ребенком. Слишком рано и не в той форме, которая отработана веками, сообщить ему сведения о сексуальной жизни. Это нарушает сакральное, то есть самое тайное. Табу. Слишком раннее начало половой жизни надолго останавливает нормальное, естественное взросление ребенка. Для человека нет более сильных чувств, чем сексуальные. Ребенок испытывает настолько сильные потрясения, настолько интенсивные переживания, что все остальное отходит для него на второй план. Учеба, отношения с родителями и знакомыми, мысли о будущей карьере. В каждой цивилизации существует свой возрастной ценз для вступления в эту самую взрослую половую жизнь. Возраст, до наступления которого ребенок должен овладеть всеми секретами и навыками для успешной реализации себя в данном конкретном обществе. Существуют также исторически сложившиеся материальные и социальные центры. Колым на Востоке, например. В нашей культуре это образование, работа и карьерная перспектива. Причем, чем сложнее культура, тем выше возраст создания семьи и сексуальной инициации. Слишком многим надо овладеть, прежде чем тобой овладеют чувства, которым невозможно противостоять. На каких-нибудь тропических островах нормально, когда дети начинают заниматься сексом, как только им этого захотелось. Там бананы сами падают прямо в рот. У нас же раннее переключение с решения проблем роста личности на секс чревато созданием поколения патологических неудачников. Наверное, не случайно в свободном американском обществе в прошлом году половина школьников получила не аттестат, а справку об окончании средней школы, не сумев сдать экзамены. Начиная половую жизнь, будующую еще в полной материальной и социальной зависимости от родителей, дети воспринимают секс не как неотделимую часть взрослой жизни, за которой должно последовать рождение и воспитание детей, а как игрушку, как развлечение, вроде томогочи. Этот деструктивный навык они тащат потом за собой в свои семьи, которые распадаются при первых же трудностях. Ведь там развлечения заканчиваются, надо жить и по возможности выживать. Раннее сексуальное начало надолго останавливает общественное становление ребенка. Дело в том, что человеку из нашего общества, из нашей цивилизации, необходимо получить такой комплекс знаний, который поможет ему кормить себя, семью и стать полноправным членом общества. Раннее начало половой жизни прекращает все эти нормальные для нашей цивилизации процессы и как следствие поколение неудачников, которое уже взращено, взрастилось в Соединенных Штатах Америки после происшедшей там сексуальной революции. Задача социального моделирования – создание с помощью средств массовой информации человека с заранее заданными нормами поведения. Примерно так же, как в лабораториях с помощью приятных и неприятных стимулов моделируют поведение крыс. На телевидении и в прессе создаются модели людей, которые ведут себя не так, как принято в данном обществе. Но это деструктивное поведение модели не влечет за собой видимого вреда, а в итоге вознаграждается. Как, скажем, типичный американский киногерой в конце фильма вознаграждается довольно уже надоевшими чемоданом с долларами и симпатичной бабой. В случае же моделирования сексуальной распущенности в поведении подростков наградой служат как бы окрепшие в результате этого здоровье, побежденные комплексы, авторитет у сверстников, успех у девочек или, соответственно, у мальчиков. Усиленно внушается, что безопасный секс и анонизм крайне полезны для здоровья. Моногамные семейные отношения с целью рождения детей представляются как скука и рутина. Им противопоставляется секс, как вечное развлечение без забот с неограниченным количеством партнеров, но без детей. Вот вам простенькая схема информационной стерилизации целого поколения. Кстати, существуют способы избирательной стерилизации молодежи из разных социальных или этнических групп. В частности, от ранней сексуальной инициации падает прежде всего рождаемость среди малообеспеченной молодежи. Ведь именно эти ребята читают самые дешевые издания, посещают самые дешевые клубы и по нехватке средств больше, чем богатые проводят время у телевизора, самого дешевого развлечения на свете. А вот вам еще один штришок. Через огромные тиражи печатных СМИ и телевизионную аудиторию самоубийственные ценности одновременно прививаются тысячам и миллионам подростков, находящимся в разных географических точках, и совершенно незнакомых друг с другом. Но в итоге они становятся одним целым, потому что после обработки думают, чувствуют и ведут себя одинаково. Они безошибочно узнают друг друга на улице. Информационные потоки формируют молодежную среду, духовно-автономную от родителей. Там свои авторитеты, свои ценности. В итоге родители и дети говорят на разных языках. В таких условиях взаимопонимание невозможно. Родители лишены возможности реализовать свое главное право, в нужный момент прийти на помощь детям, попавшим в беду. Все их попытки будут расценены как назойливое и недружелюбное вмешательство из совершенно другого, инородного, а потому враждебного мира. Стиль сексуального поведения детям преподносят внутри уже готового стиля жизни, с особой музыкой, одеждой и развлечениями. Именно на деньги от рекламы товаров, формирующих молодежный стиль, и существует издание для подростков. Все это называется субкультурой. Молодежные субкультуры – это легко уязвимые, закрытые сообщества, состоящие исключительно из очень молодых людей, еще недовоспитанных, недосформированных, не умеющих еще различить, что для них добро, а что зло. А вот иллюстрация того, как детей отрывают от опеки родителей, лишая последних авторитета и уважения. Делается это на подсознательном уровне. Через слова. Молодежный сленг, какому бы течению ни принадлежал подросток, всегда одинаков. Посмотрите, как в этом сленге мутировали самые главные человеческие понятия. Помните, как страдал Муцири, который никому не мог сказать священных слов отец и мать. Эти священные слова превратились в уничижительные, презрительно окрашенные термины типа родаки, предки, черепа и так далее. Так что, уважаемые родители, чтобы понять, кто вы для своих детей, почитайте молодежную желтую прессу. В результате, с виду жизнерадостная, физически здоровая и успешная субкультура, отрезанная от проверенной поколениями защиты общества старших, оказывается лишена главной функции любого биологического вида – способности себя воспроизводить. И еще, по данным медицинской статистики, никогда еще не было так много случаев суицида среди подростков, как в наше время. Имитация жизненных процессов не дает ощущения жизни и не проходит бесследно. У нас двое родителей, четыре бабушки и дедушки, восемь прабабушек и прадедушек, шестнадцать прапрабабушек и дедушек и так далее. Пирамида из тысяч предков уходит вглубь веков. Каждый из них выжил, чтобы оставить потомство, невзирая на войны, болезни и потопы. Не обидно ли, если эта пирамида закончится сегодня на вашем ребенке только из-за того, что он начитался издание типа «Кул», насмотрелся развращающих программ. Технологии демографического сдерживания с помощью информации работают, но действуют не на всех. Так что каждый решает сам, быть ему последним или продолжить род.